Мне часть дальше очень нравится. Истребив учением бывшее о нас рукописание. То есть если что-то было вот о том Максе написано до момента моего крещения и соединения, заключения заповеди, то, что Макс этот натворил и начудил в своей жизни, написано истребив учением бывшее о нас рукописание. Его нет. Как в потопе, как не осталось никаких летописей о том мире, который был до потопа. Ничего не осталось. Таким образом Господь выводит человека из вод крещения. Таким образом Он прощает. Таким образом Он освобождает. Он создает нового человека. Он дает белый лист, новую страницу. Начинай. Строй. Вот мои принципы. Вот моя любовь к тебе. Вот мои повеления к тебе. Вот моя помощь для тебя, Дух Святой. Я тебе все даю. Начинай. Строй. Живи полной новой жизнью. Наслаждайся этой жизнью. Не тащи за собой это старое. Это то, что Господь говорит. Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И Он взял Его от среды и пригвоздил ко Кресту, отняв силы у начальств и властей. Вот здесь мы понимаем, о каких начальствах и властях. Это тьмы поднебесной. В другом месте это говорится. Властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой. Вот это происходит. Погребены в крещении, совоскресли верой в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Оживил вместе с ним, простил нам все грехи, истребил бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Не за нас, а против нас. Он Его пригвоздил ко Кресту и отнял силы у властей тьмы поднебесной. Вот это Господь сделал для каждого из нас. Вот это происходит с нами, когда мы крестимся, когда мы погружаемся в воду. Я хотел бы, чтобы это было напоминанием для нас, потому что мы все давали обещания Господу. Мы все стояли, мы все говорили, я ни разу не слышал, чтобы кто-то в ответ на вопрос пастора, когда он крестит, что-то такое невнятное промямлил. Все говорят, да, обещаю, и еще громко, чтобы было слышно. Но мы так говорим, что это нужно таким образом, чтобы люди, чтобы это было свидетельство для людей. Да, ты обещал. Но как же так? Почему? Что это за мертвец, который здесь ходит? Ты же обещал перед Господом, ты же хоронил этого мертвеца в воде, ты же топил свою грешную плоть. Вспомни свое обещание. Вспомни, вернись туда, вернись туда к тому моменту, когда у Ноя открылись двери ковчега, и он увидел эту красивую, новую, обновленную землю. Вернись и ты в тот момент. Увидь эту красивую, красивую жизнь, которую Господь создал для тебя, впереди тебя. Эта жизнь гораздо лучше, чем все то, что утонуло в потопе. Да, Христос возвратился туда в то время, или к тем людям, к тем душам, которые жили до потопа. Мы не знаем, почему. Мы не знаем, что Он проповедовал. Или Он проповедовал им, давал еще один шанс, проповедовал для них покаяние, или Он проповедовал для них осуждение, осуждение вечное, потому что, как бы, они погибли для Господа, не послушав Его слов. Мы не знаем и не будем предупреждать. И еще, может быть, несколько минут, чтобы обратиться к тем, кто размышляет, или, может быть, каким-то образом-образом оттягивает момент своего крещения. Не бойтесь похоронить прошлого селя. Не бойтесь. Условия этого договора, которые мы заключаем с Господом Иисусом Христом, они некоторым кажутся очень страшными. Когда мы смотрим Библию, мы читаем, что то нельзя, то нельзя, это нужно делать. Думаешь, вот это ж мне, вот это вот все будет нельзя, вот это вот все нужно будет, это ж какое насилие над собой, для того, чтобы мне вот как-то в этот контракт вписаться и исполнить. Вы знаете, есть контракты выгодные, есть контракты невыгодные. А есть контракты разные, когда две стороны должны участвовать. Вот этот контракт или договор, который мы заключаем с Господом, он очень выгодный для нас. Потому что этот контракт, он основан, я как-то давно говорил, эту проповедь, мы говорим о верности. Очень часто мы говорим, вот если я останусь верным, то значит я буду иметь вечную жизнь. Но дело в том, что наша верность, она ничего не стоит. Я не знаю, может у кого-то есть такая верность и твердость. Потому что мы один день одно говорим, а другой день иногда другое говорим, а третий день и забыли вообще, и говорим, да ничего я тебе вообще никогда не говорил. Но верность, которую мы предлагаем Господу в момент заключения этого завета, эта верность основана на верности Божьей. Не на моей верности. То есть, когда заключается этот контракт, происходит, что тот, кто заключает этот контракт со стороны Господа, Иисус Христос, он берет на себя обязательства и наши. Это самый выгодный контракт, который можно заключить в своей жизни. Потому что Иисус Христос говорит, если ты придешь ко мне, и ты заключишь со мной договор, и ты мне пообещаешь добрую совесть, дальше я за тебя все это исполню. Не мы сами это исполняем, а Дух Святой, который Господь дает нам, Он приходит и Он исполняет через нас этот контракт. Этот договор или завет, может быть, кому-то слово контракт не очень нравится, но оно в современном языке более понятно. Господь исполняет в нашей жизни этот завет. Поэтому я предлагаю тем, кто колеблется, тем, кто еще размышляет над тем, время или не время, взрослый я достаточно, не взрослый, не гулялся я уже, достаточно или нет, не тяните дальше, не оттягивайте. Это тот момент, который изменит вашу жизнь. Это тот момент, который вам даст абсолютно новую, новую перспективу, это даст новую жизнь нового человека, который будет жить по другим принципам, и который имеет величайшее обетование, обетование вечной жизни, обетование того, что Господь всегда с нами, обетование того, что мы являемся Церковью Божией, и мы будем находиться с Ним на небесах, и мы будем всегда находиться под Его защитой, под Его покровом. Это все Господь обещает, это часть контракта, или часть того договора, завета, который мы заключаем в момент крещения. И последний, может быть, текст, напоминание, опять тем же, кто еще не принял решение. Очень такой яркий пример, когда Филипп был постан к Евнуху, который ехал и читал послание Песа. Я думаю, вы все помните хорошо эту историю. И Филипп пришел к нему и спрашивает, понимаете, что вы читали? Он говорит, ну как я могу понять, если мне никто ничего не объяснял? И Филипп сел к нему в колесницу, объяснил ему, рассказал ему о Христе, рассказал ему о смерти, о воскресении, о спасении и все прочее. И тогда Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне хреститься? Очень такой, знаете, вопрос не в бровь, а в глаз, как он у нас говорит. Что препятствует мне хреститься? И вот смотрите, ответ Филиппа. Пусть этот ответ будет каждому человеку, кто размышляет о хрещении. И Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно. Вот если веруешь от всего сердца в Господа Иисуса Христа, как Сына Божия, как своего личного Спасителя, который был на земле, который умер, воскрес, и находится над весной Божьим, и ходатайствует за каждого из нас, если ты в это веруешь, тебе, дорогой друг, можно креститься. Тебе, дорогой друг, можно креститься, потому что в тот момент, когда ты погрузишься в воду, ты там оставишь того человека, который тянет тебя к обратному. Это должно состояться в жизни каждого человека. И поэтому, может быть, даже сейчас будет и уместно пригласить тех, кто хотел бы в этом году принимать хрещение. Уже, можно сказать, приближается февраль. Мы хотели бы знать о том, кто хочет принимать хрещение в этом году. Подойдите, поговорите или со мной, или с Андреем. Мы скоро начнем занятия с хрещаемыми. В этом году мы планируем, если Господь позволит, если Господь поможет нам в этом сделать очень интересное мероприятие летом для всей Церкви, когда это будет и детский лагерь, и молодежный лагерь, и лагерь для семей, и лагерь для всех возрастов, когда вся Церковь, мы поедем с вами куда-нибудь отдохнем. Недалеко, и, может быть, ненадолго. Но мы с вами побудем вместе в общении, и там мы совершим хрещение. Это будет, я думаю, очень хорошо для всей Церкви, для семьи, как такой объединяющий в какой-то момент. Мы молитесь, пожалуйста, чтобы Господь благословил и помог нам в этом. Аминь. 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 Помолимся. Дорогой Господь, благодарность Тебе за Слово, которое Ты даешь. Мы благодарим Тебя за откровения, которые Ты оставил на страницах Библии, на страницах Священного Писания. Господи, мы видим, как чудно Ты все создал. Как чудно Ты, как Творец, как Создатель, как Мастер, который управляет и создает Вселенную. Как чудно Ты все творишь. Господи, как чудно повторяется история. Какие чудные прообразы Ты заложил так давно. Но много тысяч лет назад, и мы сейчас рассуждаем, размышляем об этом, и через это открываются нам истины, которые касаются непосредственно нашей жизни, которые касаются ежедневности нашей жизни. Господи, мы благодарим Тебя за это. Мы благодарны Тебе за то, что тот прошлый человек, который не угоден Тебе, который разлучал нас с Тобой, та плоть, которая, Господи, получала питание или подпитку от гиены огненной, и она больше не существует в нашей жизни. Мы благодарим Тебя за крещение, которое избавило нас от этого тела смерти и дало нам новую жизнь, дало нам новую перспективу, дало нам Тебя. Мы благодарны Тебе за это. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что мы имеем церковь, мы имеем это общение душ, куда мы все погружены Тобой, когда мы возродились, стали новыми людьми, мы стали частью одного организма, одной семьи. И непростой семьи, и семьи Божией, мы благодарны Тебе за это. Господи, мы благодарны Тебе за воскресный день, который напоминает нам о Твоем воскресении. Воскресение, в котором воскресаем мы через ту силу, которой Господь воскресил Тебя. Он воскресает и воскрешает и каждого из нас к жизни вечной. Слава Тебе, Господь! Мы сейчас будем расходиться по домам нашим. Мы просим Твоего святого благословения. Пойди с нами в дома наши, пойди с нами в семьи наши, пойди с нами, когда мы будем на работе, на учебе, на учебе, где бы мы ни находились, Господи, дай нам быть этими новыми воскресшими людьми, лица которых сияют, которые радуются в перспективе жизни с Тобой, Господи, которые радуются о Тебе, и могут с радостью, этой радостью привидеться с другими людьми, которые не знают, которые еще находятся в этом цепях греха Господи, с которых они не могут выйти. Ты помоги нам рассказать о Тебе, помоги нам дать этот свет, быть солью земли. Благослови Господь нас в этом. Мы просим также благословения на тех молодых или немолодых людей, которые сейчас, может быть, размышляют о крещении, о том, принимать им или не принимать крещение. Благослови Господь их принять правильное решение, потому что Ты желаешь, это Твоя заповедь, это Твое постановление. Также молим о тех, кто, может быть, еще даже и не размышляет о Тебе. Ты коснись сердец таковым. Коснись всех тех, кого Ты уже предназначил к спасению. Господи, коснись всех тех, которые находятся здесь в церкви и слушают Слово Твое, чтобы оно проникло в сердце, чтобы оно проникло в их совесть, чтобы оно изменило и перевернуло их понимание о том, какой мир впереди, какая жизнь с Тобой, насколько это хорошо, насколько это радостно для каждого из нас. Благослови Господь церковь, благослови каждого из нас. Мы молим и просим Тебя во имя Иисуса Христа, Господа нашего, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да пребудет со всеми Вами. Аминь. С миром Божьим вечерняя собра.